Буквально недавно в нашем городе был открыт цифровой ЦОН. Конечно, он есть во всех регионах. Интересно, что в Истане работают роботы. Они обслуживают людей. Есть биометрические данные, согласно которым можно пройти полное обслуживание. Вот об этом как раз и о многих других услугах онлайн мы поговорим сегодня в программе «Цифровое будущее». Здравствуйте! С какой целью вообще создан цифровой ЦОН именно в нашем городе? 16 января 2019 года был открыт цифровой ЦОН именно на базе отдела номер один города Уральска по обслуживанию населения. Основная задача открытия цифровой ЦОН – это обучение цифровой грамотности населения, компьютерной грамотности, чтобы каждый услугополучатель мог получить в электронном формате все электронные услуги. Конечно, некоторые есть трудности. Особенно к нам обращаются разные категории граждан, в том числе и старшего поколения, и младшего. Мы сегментируем данных услугополучателей. Если, например, гражданин более старшего возраста, соответственно, наш консультант подходит. Для более креативных услугополучателей, которые уже умеют владеть порталом электронного правительства, электронной цифровой подписи. То есть у них уже изначально есть базовый пользователь компьютера, то есть он может самостоятельно получить. Для этого открыт у нас ВИП-кабина. Вот здесь принимают электронные видеообращения. Можно обратиться к первым руководителям госорганов. Давай обратимся. Ой, что бы пожелать-то? Хочу мир во всем мире, хочу миллион. Можно в евро, можно в доллар. Что бы еще пожелать-то? Конфет может? Шоколадных? Но если серьезно, мы сейчас узнаем, зачем нужны эти видеообращения и эти экраны. Лизатка Иржанна, вот эти электронные обращения, которые мы видели, кабинку, она для чего предназначена? Как работает вообще? Данная кабина, она создана для того, чтобы гражданин Казахстана, например, Западный Казахстан, смог обратиться напрямую к госоргану, к первому руководителю, в том числе к Акиме области. К нашему. Вот непосредственно обращение дается через данный кабинет электронного обращения. Вот она фиксируется. Вот поэтому на значный день, на значный час они приходят и непосредственно видят данного первого руководителя. Вот, ну, у нас же мы развиваемся. Некоторые подают обращение электронное через телефоны, да, через свои личные почты, через непосредственно дома сиди, да. А это вот наяву будет видеть, не наяву, а вот как бы через... На прямую, да, то есть. На прямую связь. То есть видео, аудио будут идти напрямую. То есть гражданин, который обратился, он будет видеть напрямую первого руководителя, того же министра, того же Акиме области. Обучение, оно как проходит? Ну, на данный момент мы составляем график проведения обучения. Это будет, конечно, это совместная работа будет вместе с услугодателями, так как они, ну, например, так скажем, судебный кабинет, да, без работников судов 1, 2 и также администрации судов невозможно данную услугу как бы реализовать в полном объеме. То есть изначально у нас были и до открытия цифрового цена, проходили семинары, совместные совещания по вот, как бы, разъяснению по данному направлению, поэтому представление наши работники имеют. Цифровой цена, это же удобно, вот так сидишь дома, заходишь в компьютер, между делом пьешь чай, спокойно общаешься, спокойно получаешь все справки. Так, представляешь, как вот, до чего техника дошла, вот как говорили в одном мультике? Ну, так и я о том же. Это же очень удобно, представляешь? Изначально, конечно, многие вымущались, потому что как это так, лучше бы как раньше. Вот я прошел, дал удостоверение, получил. Конечно, возврат назад нету, мы идем вперед, поэтому я думаю, что каждый гражданин, достойный Казахстана, будет овладеть цифровой грамотностью. А ведь когда-то я получала паспорт советский, еще в этом паспортном столе, вот старожилы помнят, именно здесь располагался паспортный стол. Первый в Советском Союзе паспорт появился в декабре 1932 года в Москве, когда было подписано постановление об установлении единой паспортной системы по Союзу и обязательной прописке паспортов. Ответственность за это несли начальники городских и районных управлений милиции. Организовывали эту работу и руководили ею через паспортные аппараты, отделы и столы подчиненных органов милиции. После развала СССР до 1999 года в Казахстане еще действовали паспорта СССР, образца 1974 года. С 1 марта 1999 года паспорта СССР были выведены из оборота и полностью заменены национальным паспортом Республики Казахстан. А еще я помню, как в этом здании... Вот какие-то такие воспоминания на меня вот навеяли. То ли место старое, то ли то, что я житель все-таки этого города, я помню многие интересные места. Для того, чтобы получить электронные услуги, не совсем необходима электронная цифровая подпись. А, не всегда, да? Да, не всегда. Есть такое приложение Telegram-бот, наверное, вы все слышали, посредством которого можно получить электронные справки, которые будут приходить на вашу электронную почту. Там нет необходимости получать электронные ключи. Вот буквально вчера я подходила к молодым людям, которым я хотела разъяснить. Но опять же мы еще в таком, как говорится, объеме или сознании у нас еще не готовы, чтобы перейти вот на это. Ну, со скрипом, но люди проходят. Я наглядно показала, как это делается. Потому что Telegram-бот – это как раз тот, который необходим молодым людям. Потому что более старшие пока они этим, ну, может быть, будут пользоваться. Но я думаю, что в будущем все научатся этим пользоваться. Потому что именно посредством мобильного телефона. Там приходит СМС-сообщение, которое необходимо подтвердить. И готовый результат приходит на электронную почту. Человек сидит на работе, может заказать. Те же справки о наличии отсутствия судимости, те же справки о наличии отсутствия недвижимости, обременения. Затем те же психоневро, нарко и противотепокуроз и так далее. Ну и, конечно, как же без народного мнения. Мы решили узнать у жителей, пользуются ли они электронными услугами, услугами ЕГОФ и вообще, знают ли об этом. Для ЦБ электронные услуги удобно будет онлайн пользоваться? Я думаю, да. А вы сами пробовали? Ну, еще пока нет. Но готов к этому моральному. Думаю, это будет удобно. Единственное, что есть сомнение, что эта информация не пропадала никуда. Подтверждалась потом. Если приходишь в эти органы, говорят, в ваших правах, нет, что-то такое. Электронными услугами пользуете ЦБ, там, онлайн, может, тогда дать в ЦОН? Нет. Нет, не пользуюсь. Не знаю даже, не задумывался как-то. Просто не пользуюсь, и все. А некоторых не устраивает ни обслуживание в ЦОНе, ни онлайн-услуги. Во всем они находят только отрицательные стороны. Не получается, потому что там тоже свои есть нюансы. Не каждый разбирается там в этом. Конечно, можно. Ну, идешь сюда, думаешь, здесь быстрее возьмешь, понимаете. А теперь, получается, здесь сидишь, по часу ходишь. Вот эти вот две какие-то справки элементарные. Но раньше просто было проще намного. А еще у кого-то просто слабая связь, говорят они. Вот и пришли своими ногами именно в ЦОН. Извините, у нас на даче он не ловится. Если бы поставили там эту самую штуку, мы бы с удовольствием. А у нас там не ловится. А пока внедряется новшество, идет настоящий кругооборот документов в ЦОНе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Уйдут ли в прошлое бумажные документы, конечно, покажет время. Но все-таки электронные услуги, которые оказывает онлайн-правительство, ЕГОФ, все это нужно и необходимо. В конечном счете все к этому идет. Потому что цифровой Казахстан не просто развивается, но и активно внедряется в нашу с вами жизнь. С вами была программа «Цифровое будущее». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова